Нижегородский клуб Это, кстати говоря, сын Ирины Катихиной, одного из лидеров локомотива Ну а это Светлана Ганина и Владимир Воробьев Очень трудная задача стоит перед Деспом в этом ответном финале Очень уверенно, железнодорожницы выиграли первую встречу И здесь, во втором финале, им достаточно выиграть всего лишь три партии И они чемпионки России Дважды локомотив становился чемпионом России Но последний раз происходило это слишком давно И в одном из самых знаменитых центров настольного тенниса России Соскучились по этой победе Соскучились по ней и тренеры Шишкин-Глухов Которые не первый год работают с локомотивом Итак, первая встреча, в которой все поставлено на карту для Светланы Ганиной Ей встречаться с Яо Янь Ну и, кстати говоря, тренерский штаб локомотива немного изменил расстановку перед этим решающим противостоянием На третий номер отправилась Ирина Катихина Ну, видимо, для того, чтобы на всякий случай обезопасить себя от каких-либо хитросплетений Связанных с математическими расчетами Для того, чтобы Ирина Катихина принесла гарантированное очко Всякое может произойти все-таки и в игре Китайской теннисистки, такой сильной китайской теннисистки, как Яо Янь Итак, Светлана Ганина против Яо Янь Во второй встрече мы увидим Анну Тихомирову и Викторию Павлович Ну и в третьей встрече будут встречаться Ирина Катихина и Татьяна Кулагина Затем пара Сколько будет матчей, пока что сказать сложно Очень надеемся, что максимально долго мы будем наблюдать за настольным теннисом самого высшего разряда Опять же повторюсь, Локомотив устроит три выигранных партии И они чемпионки России Далее будут уже показательные выступления Ну вот, такие срывы тоже бывают И в игре небожителей Именно так порой называют китайских теннисистов Но они в настольном теннисе действительно лучшие из лучших Ошиблась сейчас на подаче Яо Янь Но провела показательную атаку И счет становится 2-2 в первой партии Три-три Да, тяжело настроиться вот в таких ситуациях на решающие встречи Когда, можно сказать, от тебя одной и не все-то зависит на самом деле Да, очко может быть и даст Светлана Ганину Но постоянно держать в уме то, что ты не имеешь права проиграть даже партию Это, мягко говоря, очень тяжело Тем более, когда от тебя требуют этой самой победы Руководство клуба надеется, ждет, верит Но, в принципе, такой коллектив Который сейчас есть у Деспа Это настолько хрупкий организм Что с ним нужно вести себя предельно аккуратно Одержана самая главная победа в этом сезоне В Кубке Европейской Федерации настольного тенниса И в чемпионате России, в принципе, никто и не ожидал Что Десп сумеет пройти так далеко В противостоянии с такими соперниками Которые располагают теннисистами китайской национальной сборной И даже если здесь случится второе место Я полагаю Вряд ли стоит так уж сильно расстраиваться И строго спрашивать со своих подопечных 5-5 Только что счет был Но выходит вперед снова Яу-Янь В начале партии вроде бы Светлана Ганина так несколько раз Вышла в атаку И успешно 7-6 В принципе, ничего особенного Яу-Янь не показывает Стабильно держит мяч на столе Мне кажется, сказался все-таки груз ответственности Который висел над теннисистками Деспо Когда тебе твердят все время, что надо, надо, надо Рано или поздно случится сбой Да и с Викторией в полуфинале у Деспо вышел очень непростой поединок Кстати говоря, в столичном клубе Выступает бывшая подопечная Владимира Воробьева, Анастасия Воронова Но в этом сезоне ей не то что не удалось выиграть титул, а даже и стать призером чемпионата России Владимирский луч обыграл в матче за третье место столичную Викторию Ну а здесь очень плотная борьба 9-8 в концовке партии Яу-Янь впереди На подаче Светланы Ганина Пытается больше сыграть на гладкую накладку Удобней атаковать так Яу-Янь Светлана Ганина вроде бы глубоко даже зашла в правый угол и все время играла слева Но завоевала таки это девятое очко ровно Ну а сейчас все классически сделала Китаянка развела соперницу по углам И у нее больше Ну в классической атаке выигрывает и это очко Яу-Янь Повела она в противостоянии со Светланой Ганиной 1-0 По идее всего лишь две партии отделяют локомотив от Триумфа И второй сет как вы видите остался с тем же счетом За Яу-Янь Сейчас настоящее чудо должно произойти Чтобы Десп сохранил свой добытый в прошлом году титул Нужно не просто Светлане Ганиной выигрывать эту встречу Но в оставшихся матчах не проиграть вообще ни единой партии Задача наверное не то что трудновыполнимая Она может дойти лейтмотивом Mission Impossible 3-0 повела Светлана Главный старт у нее конечно в этом сезоне Будет в августе когда в Пекине пройдут Олимпийские игры На предыдущей Олимпиаде в Афинах В число 32 сильнейших вошла Светлана И в одном из интервью недавних сказал о том что Ее задачей на предстоящие игры является попадание в 16 Сделать большее будет очень и очень тяжело Поскольку с китаянками бороться практически невозможно Там же много и азиаток натурализованных в разных сборных Тем более что плюс ко всему Светлана Проповедует защитный стиль настольного тенниса С которым не имеют практически никаких проблем азиатские теннисистки Если в Европе можно стать чемпионом континента То на мировой арене бороться конечно чрезвычайно сложно Ой-ой-ой, мяч задел сейчас кромку стола 5-2 Но в принципе опять очень глубоко ушла Светлана Только отбивалась Здесь нужен Смешанный стиль И это многие теннисисты-защитники понимают Тот, который, скажем, проповедует Юсех Юг Чен Вей Син в свои лучшие годы Когда При любой возможности Даже заходя под право Теннисист защитного стиля пытается атаковать У Светланы, кстати говоря, очень отработанный и хорошо топ-спин Слева есть Но пока Не в должной мере все это используется Арсенал богатейший Но Потенциал Он спит Будем надеяться, что пока 5-1 вела Светлана Ганина И уже счет равный 5-5 Владимир Воробьев берет тайм-аут А, ну вот по этой картинке мы видим, что Все-таки кто-то подсказывает Яо-Янь Может быть какие-то основные термины на английском Она выучила Просто чтобы Не попадать в те комичные ситуации Которые происходили с ее Соотечественницами в этом сезоне В других клубах Об этом я рассказывал в предыдущем репортаже Когда в буквальном смысле На пальцах Получали рекомендации Цао Чэнь и Чэнь Тинь Выступавшие соответственно за Викторию и Луч 6-5 Пятое очко подряд выигрывает Яо-Янь Если в прошлом сезоне мы говорили об успешном выступлении Нижегородских теннисистов Две команды женские вышли в суперфинал И одна мужская Локомотив ГЖД То в этом сезоне пора говорить о Доминировании московской школы настольного тенниса Два клуба Виктория Мужской и женский участвовали в этом суперфинале Мужской борется за первое место Ну а Женский Занял четвертое место Уступив В серии за бронзу Владимирскому лучу 8-5 уже Китайцы они ведь еще и хитрецы Те еще Вроде бы Не делают ничего особенного Так мяч погонять А потом вдруг включают форсаж И Уходит в отрыв 9-5 Восьмое очко подряд В пользу Яо-Янь Все Один мяч Отделяет локомотив ГЖД От чемпионства В этом клубном первенстве России И гарантирует эту самую победу Яо-Янь Своей команде ДЭСП складывает в себя Чемпионские полномочия Уже об этом можно говорить Со стопроцентной уверенностью Не знаю уж Будут ли сейчас девушки Нижегородские Отмечать эту победу Но то что нужно завершить этот финал Это конечно факт Вторая встреча Второго финала Между ДЭСПом и локомотивом Нижегородки уже в ранге Чемпионок России Анна Тихомирова и Виктория Павлович Выходят к столу Разные по классу спортсменки Виктория Павлович Имеет немало медалей Чемпионатов мира, Европы И различных международных турниров В то время как Анна Тихомирова В свои 23 года Каких-то глобальных побед Еще не добивалась Представительница Самарской школы настольного тенниса Воспитанница Виктора Павленко Против одной из сильнейших защитниц мира Сейчас уже наверняка Раскрепощенно будут играть В оставшихся встречах Теннисистки Судьба золотых медалей предрешена Ну вот первое очко завоевывает в этой партии Анны Тихомирова У Деспо есть, кстати говоря, и мужская команда В прошлом году она играла в суперфинале В этом пробиться в решающую стадию не сумела Но по словам президента клуба Геннадия Смирковича Все-таки задача мужчин быть спарринг-партнерами для девушек Дальневосточного клуба 5-1 Ну как-то даже нехотя проводит эту встречу Анна Тихомирова Подавленными выглядят девушки Деспо Вспоминая прошлый год Мы отмечали, как светились их лица Как горели глаза в каждом матче Они выкладывались на 100% с представительницами локомотива ГЖД В прошлом сезоне, помимо Тихомировой и Катихиной Которые есть и в этом составе Там выступала и Юлия Прохорова, напомню Может быть сына Ирины Катихиной И стал тем талисманом, который помог В этом году наконец локомотиву завоевать свой третий титул В ведущих европейских чемпионатах, когда В подобных матчах все предрешено уже Теннисисты играют на публику, играют красиво Китайские теннисисты тоже в финалах между собой Любых международных турнирах могут устроить шоу Вот здесь очень серьезная борьба Предельно собрана Виктория Павлович Я не сомневаюсь в том, что наставник команды Владимир Воробьев Несмотря ни на что поставил Целью для своих теннисисток Одержать в этой встрече победу С любым счетом К этому и стремится сейчас Виктория Он успевает ногами зайти удобно под этот мяч Павлович 9-6 Такая расслабленность Тихомировой, видимо Сослужила злую шутку И для Павлович Вика, наверное, подумала, что Анна не собирается бороться Оказалось наоборот Кстати, вот такой же стиль практически И у Ирины Катихиной Абсолютно никаких эмоций 9-8 Тайм-аут Тренера Деспо В финале Не было предоставлено возможности Проявить себя Вице-чемпионки России этого года Светлане Крекиной Спортсменка из Санкт-Петербурга В решающем поединке личного чемпионата России Уступила Лишь Анастасии Вороновой Бронзовый призер Этого первенства Елена Абаимова Также осталась За пределами Стартового состава Больше сетбол у Павлович Чуть ли не первый сетбол В этом противостоянии У представительниц Дальневосточного клуба И первая партия Виктория Павлович Выигрывает со счетом 11-9 И выходит вперед В противостоянии с Анной Тихомировой Пытается заставить Юрий Глухов Свою подопечную Играть серьезно Несмотря на то что Судьба золотых медалей Уже как я не раз говорил Решена 2-0 В поединке 11-7 С таким счетом Виктория Павлович Выиграла вторую партию И третий сет Начинается со счета 2-0 В пользу Белорусской теннисистки Выступающие за Дальневосточную команду Естественно Благодаря выигранным мячам А не просто так Не успела зайти И уже Счет равный 2-2 Вот Очень много таких Розыгрышей Виктория Павлович Взяла на том Триумфальном для себя Командном чемпионате Мира в Бремене Где бронзовыми медалистками Стали белорусские теннисистки Эпическая победа Была одержана В четвертьфинале Над очень мощной Сильной командой Южной Кореи Но усиливаться В преддверии Следующего сезона Руководство ДЭСПО Планирует Силами Теннисисток Опять же С постсоветского пространства Может быть Какими-то россиянками В помощи азиатских Мастериц настольного тенниса Обращаться не хотят Принципиально 6-2 Ну наверное оно и правильно Все-таки в Европе Сейчас очень Трудная ситуация Сложилась В связи с тем Что все больше и больше Спортсменок Из Азии Нотарализуют И Если взглянуть на стартовый Список Участниц предстоящей Олимпиады Процентов наверное 65-70 Это выходцы Из Китая В этой связи Многие уже Поговаривают О том что Самые радикальные Элементы Могут выключить Из программы Олимпийских игр Настольный теннис После пекинских игр Вряд ли Конечно До этого дойдет Но в ближайшие годы Скорее всего Какое-то решение Международной федерации Настольного тенниса Будет принято Относительно Этих самых Нотарализаций И хотят Либо ограничить Выезд Из Китая Теннисисток До 20 лет По крайней мере Запретить Теннисисткам До 20 лет Выступать За другие страны Либо ограничить Число Вот этих самых Легионеров В национальных Командах До одного человека Если взять Скажем Сборную Голландии Или Австрии То там вы Можете найти По 2-3 Теннисистки Из Китая Действительно Это Вряд ли Идет на руку На развитие Настольного тенниса В Европе Российская Сборная Тоже От этих Самых Приглашений В свои Ряды Азиатских Спортсменок Отказывается Несмотря На то Что Та же Анзи Из Владимирского Луча Она никогда Не была Задействована В национальной Команде Китая И Если бы У нее было Двойное Гражданство В принципе Она бы Хоть завтра Могла играть За российскую Команду Но за последние Годы К ней Привыкли Уже Соперницы Обыгрывали Ее Многие Тем временем Завершается Эта встреча Завершается В пользу Виктории Павлович Громко Хлопнуть Дверью Должны были Дальневосточные Теннисистки Постараются Они Как я уже Говорил И выиграть Даже эту встречу Со счетом 3-0 Виктория Павлович Обыграла Анну Тихомирову После этого Ирина Катихина Победила Татьяну Кулагину В трех партиях Ну и ждем Парной встречи К столу Выходят Яо Янь И Анна Тихомирова И все те же Светлана Ганин И Виктория Павлович Парная встреча В рамках Первого финала Осталась За представительницами Локомотива Светлана Федорова Главный арбитр Этой встречи Осмотрела ракетки Все нужные Процедуры Перед встречей Провела Яо Янь На подаче Она играет На Светлану Ганин Смотрим В какой расстановке Удобнее будет играть Нашим защитницам Ну нашим Мы очень часто говорим И по отношению Представителям Постсоветского пространства Тем более Если это выходцы Советской школы В любом виде спорта Будь то настольный теннис Или какой-либо еще Еще раз напоминаю Что Светлана Ганина И Виктория Павлович Будучи интернациональным дуэтом Сумели завоевать золото Чемпионаты Европы Последнего В других международных турнирах Это просто невозможно Поскольку запрещены Интернациональные пары На дальнем плане Мы видели Максим Максимов Промелькнул И Дмитрий Мазунов Это встреча за третье место Между мужскими командами У ГМК И Луховицы Клуб из верхней Пышмы Подержал победу В этой бронзовой серии Хотя Луховицы тоже Блестяще выступили в этом сезоне Стоит отдать должное Данной команде В суперфинале Они не затерялись Ни в коем случае Вот как только появляется шанс Как только начинают Выходить в атаку Или Ганин Или Павлович Появляются какие-то варианты Вот-вот-вот Только в глубокой защите Вряд ли можно надеяться На победу 5-4 Я у Яни Тихомирова впереди Однако установка хорошая У Теннисисток Деспо Попытаться В этой партии Найти какие-то варианты Именно в атаке Света заставляет себя бить Ну да Слишком Мягкий был топ-спин Немного доработать Нужно было этот мяч Ударить со стола Слишком мягко Она его подставила И уже 8-4 Она впела ногами Как-то со счета 4-4 Все наперекосяк пошло У Деспо И снова слишком глубоко Вот сейчас тот самый случай Когда Две спортсменки Которые держат ракетку Одной и той же рукой Помешали друг другу Часто На международных соревнованиях Да и на внутрироссийских Мы видим Когда парное сочетание Левши и правши Обязательно Для того Чтобы удобнее было выступать Как раз Итак первая партия Остается за Яу Яни И Анной Тихомировой 11-4 Следующую вторую По счету Партию Также Выиграли представительницы Локомотива 12-10 Борьба была уже более упорной И вылилась она в то Что Третий сет Остался за Ганиной и Павлович 11-8 Мы наблюдаем за сетом Под номером 4 Такую расстановку Мы еще не видели Она была во второй партии Которую проиграли на балансе Ганиной и Павлович Запутались и судьи И сами спортсменки Кто на кого должен Подавать И кто на кого должен играть Тихомирова На Павлович Нет На Ганину Вот я тоже Туда же 2-1 В принципе Тактика Безумие Проста Глубоко Вправо Топ-спин И доигрывать Следующим мячом У нижегородских Теннисисток Вот смотрите Сейчас Правда Ошиблась Яо-Янь 2-3 Счет встал 3-2 Точнее Ганину на подаче И снова ошибка В исполнении Яо-Янь Кстати говоря Вот это тоже Пища для размышления Многие Азиатские Теннисисты Уезжая в Европу Первые годы Показывают потрясающие Результаты А затем Начинают Что называется Деградировать Произошло это Кстати говоря И С Чен Вейсином В последнее время Связано это С тем что Во-первых Соперники Начинают Приспосабливаться К манере Твоей игры А во-вторых Не такие Жесткие требования Как скажем В Китае У себя дома В Шанхае Яо-Янь Будет исполнять Все приказы Своего тренера Кон Линьху Беспрекословно А здесь Она Так в полноги Может Выполнить Какой-либо элемент Выиграть очко И Никто ей слова Не скажет Дает результат И это самое главное Чем продолжится Вот эта гонка Вооружений Которая началась Несколько лет назад В клубном Российском Настольном теннисе Пока что Не берусь Предсказать Кого в следующем Году мы увидим В составе Той или иной Команды Го-ю Ли-ся-у-ся Может быть Кого-то из Сборной Гонконга Например Тияну Спортсменка Которой много Поклонников В России Она и В нашу страну Не раз приезжала На турниры Профессиональной серии Про тур В Санкт-Петербург 8-6 Очень близко Подпустили К себя Соперниц Ганин и Павлович Если следующее Очко проиграют Я думаю Будет тайм-аут Взяли 9-6 Вот То, что умеет Светлана Ганина И то, о чем я уже говорил Зашла Удобно Под мяч Встала И выполнила Топ-спин слева На выигрыш 10-6 Сейчас не прошло Правда Нервы, конечно, уже сдают Финал проигран Бой проигран Сражение тоже Но все-таки Эта партия Остается За Кинесистками Деспо 11-7 И нас ждет Решающий Пятый сет Не менее увлекательный Плот Трогательная картина Очень Когда На лавочке Команда Локомотива Вместе со своим Сынишкой Прямо Располагается Ирина Катихина Ей, кстати говоря Через один Матч Предстоит Выйти к столу Если, конечно Все не завершится Раньше Играть ей По расстановке Между прочим Со Светланой Иганиной Своей давней Подругой По сборной Ну вот За два дня Наконец-то Вроде бы Приспособились К манере Игры своих соперниц Светлана Ганин И Виктория Павлович Павеляние 2-0 Решающей Пятой партии Ну видите, да Какой потрясающий Арсенал технический И у Яу Янь И мощно Атакует со стола И справа И скинуть Может Вовремя И переводит Ну и Прекрасно Доиграла, конечно Очко То Анна Тихомирова Вне всяких сомнений Повезло Сейчас немножко Паре Деспо 2-3 Тихомирова На подаче Пытаются Перехватить Инициативу Девушки Дальневосточной Команды За это Честь и мы Хвала Не просто Вышли к столу Отбывать номер Еще одна атака В исполнении Виктории Павлович 4-3 В мировом рейтинге Светлана Ганина Располагается В данный момент На 59-й строчке Это лучший Показатель Среди всех Российских Теннисисток Виктория Павлович Тоже Находится В первой Сотне Выскочив Из этой Сотни Часто Теннисисты Туда уже И не возвращаются Говорят Что стабильность Признак Мастерства Главное Не растерять Мотивацию 6-5 Напомню Что В матче В данный момент Счет 2-1 В пользу Команда Локомотив ГЖД Хорошо Что жесты Одни и те же Можно Кулачком Показать Какую подачу Подавать Языковой барьер Серьезное Препятствие И Китайские Спортсмены Принципиально Что ли Никто не разговаривает По-английски Даже ведущие Теннисисты Планеты Дают любые Пресс-конференции На китайском Которые Криво Как-то Совсем Переводят 7-7 Многие Специалисты Говорят Еще и о том Что Приглашенные Китайцы Не должны Просто Отбывать номер Они должны Проходить В сборы С нашими Командами Должны Своими методиками Делиться Ну точнее говоря Методиками Своих Наставников Натаскивать Что называется Российских Теннисистов Не знаю Яу Янь Приехала Только лишь На финал Или Несколько дней Она провела Все-таки На сборах С локомотивом Однако В этом Конечно Есть Разумное Зерно Вряд ли Китайцы Так уж Легко Будут Делиться Своими Методиками И Просто так Спарринговать С российскими Спортсменами И спортсменками Но В данном Случае Наверное Все это Нужно Оговаривать В контракте Который Заключается В преддверии Сезона 9-8 Ошиблась Вроде бы На простом Элементе Яу Янь 9-9 Ой Как здорово Сыграла Света Ганин И больше У Дуэта Из Деспо Сейчас допустила Небольшую ошибку 10-10 Неудобный Мяч Играла Нужно Видеть Как Выкладываются Эти теннисистки На тренировках Как они Неистово Работают Но может быть Вряд ли стоит Сравнивать С китайскими Теннисистами Которые В буквальном Смысле слова На тренировках Ночуют Под столом Но Тем не менее Усилия Которые Прикладывают И Павлович И Ганина И Кулагина На тренировках И Абаимова Да и Представительницы Нижегородского клуба Этому можно Лишь Позавидовать Я просто Для примера Привожу Теннисисток Деспо Поскольку Видел Как Они Выкладываются И что Стоит Вот за этими Успехами Сколько Пролитого Пота Ровно Больше Еще одна ошибка Яу-Яу-Янь На дальнем плане Белой Рубашки В черном Пиджаке Наставник Мужской Сборной России По настольному Теннису Игорь Подносов Которому Нужно было Решить На этом Турнире Кого же Третьим Номером Заявлять На Олимпиаду В командный Турнир Ну и в атаке Выиграли Это очко Павловича Иганина Очень символично И за ними Остается эта встреча Со счетом 3-2 Победили Представительницы Деспа И таким образом Счет В данном Противостоянии Во втором Финальном матче Между Клубами Деспа И Локомотив ГЖД Становится Ничейным 2-2 В пятой Встрече Яу-Янь Выиграла У Виктории Павлович Со счетом 3-2 И Локомотив После Этого Повел Со счетом 3-2 Ну и Мы с вами Будем наблюдать За одной из Самых интересных Если не Самой интересной Встречей В данном Противостоянии Матч Ирины Катихиной И Светланы Ганиной Лидеры Национальной Команды России Проповедующие Защитный Стиль Настольного Тенниса Так что Встреча Была Долгой Именно Поэтому Первые Три Сета Остались За рамками Нашей Трансляции Стартовую Партию Выиграла Ирина Катихина 11-2 Во второй Сильнее Была Светлана Ганина 11-6 Катихина Выиграла Третью Партию 11-8 И вот Теперь уже Сет Под номером 4 Да Ребенок У Ирины Катихиной Совершенно Без комплексов Уже Нашел Общий язык С Яу-Янь За бортиком С ней играет Китайская Теннисистка Своё Чёрное Для Деспо Дело Сделала Она Выиграла Все личные Матчи Один парный Ну вот В одном Парном Случилась Осечка С Анной Тихомировой Они проиграли Ганина И Павлович Во втором Финале Но К тому Моменту В принципе Все уже Было Решено Ещё раз Отмечу Что Перед началом Этого Второго Поединка Перед Теннисистками Деспо Стояла Неразрешимая Задача Проиграть Не больше Двух Партий Не просто Встреча Партий Ну Ирина Катихина Играет Очень Раскованно Чуть ли не каждый мяч Выигрывает В атаке Доигрывает Встречу Теннисистки Уже Откровенно Видно Это Невооружённым Глазом 8-1 В пользу Локомотива Практически На прямых Ногах 8-2 Может быть Такие встречи Не красят Настольный теннис Да Но Мы не раз были Свидетелями И В Кубке Федерации И в Кубке Дэвиса В большом теннисе Когда тоже После трёх Первых встреч Всё ясно Но Теннисистам Приходится продолжать Борьбу Находить в себе Мотивацию Это уже И тонкости Регламента 11-3 С таким счётом Выигрывает Ирина Катихина Эту партию И общий Общекомандный счёт Становится 4-2 В пользу Локомотива По сумме Двух финалов Нижегородский клуб Празднует успех 8-2 И по достоинству Завоевывает Свой третий титул Чемпионок России Среди клубных команд Поздравления Наши И в адрес Яо Янь И Анны Тихомировой И Ирины Катихиной И тех девушек Которые ковали Славу В этом финале В адрес Тренерского штаба Шишкина Глухова Надеемся Что теперь Наши Теннисистки Не менее успешно Выступят И на Олимпиаде В Пекине Где Страну будут представлять Напомню Оксана Фадеева Ирина Катихина И Светлана Ганина То есть Две девушки Из этого финала Ну а мы С вами на этом Друзья Прощаемся Увидимся На втором Мужском финале Для вас сегодня Работал Дмитрий Терехов До встречи Пока